...градус тупости это верить в свои санкции. Они совсем нас не понимают, и Наполеон не понимал. Пришел освобождать русских крестьян и не въехал в тему. За что те его погнали до самого Парижа? Только тупые америкосы и такая же тупая Европа, они не понимают, что пугать санкциями народ, который ножом чешет спину. Который ковыряет вилкой в зубах, причем зубья у вилки. В минус сорок идет на работу пешком, потому что автобус замерз. В плюс сто двадцать в бане кричит, что-то холодновато, подай еще. Который открывает пиво зубами и пристегивается ремнями безопасности, а иконки вешает от безопасности. Только тупые американцы своими санкциями пытаются сломить народ, который может при отсутствии утюга погладить одежду горячей сковородой, сварить пельмени в чайнике и пытаться их через носик вылить. Ходит в лес, не имея прививки от клещей, отмахивается носовым платком. Вот так вот клещи дохнут просто с суицидом. Ой, вонища, бум, и падают. Только тупые американцы пытаются поставить на колени страну, где женщины таскают из магазинов пакеты по тяжести, превышающие военное снаряжение пехотинцев. Где люди успевают помыть руки, пока холодная вода течет из горячего крана. Это все такие. Где автобус, застрявший в луже, могут толкать пассажиры до конечной. Где человек, уронив еду на землю, вынимает ее и пытается очистить от микробов фукая. Или облизывает. Говорит, все, теперь микробов нет. Это ж только у нас, женщины, соску на пол, в рот себе и дают младенцу. Это вот труднопобедимый народ. Старушки у нас во дворах знают больше секретов, чем Эдвард Снёден. Только у нас знают три волшебных способа починить любую вещь. Изолента клеймат. Как можно победить людей, которые толпой собираются вокруг сапера? Чтоб посмотреть просто, интересно, рванет или нет.